Всем привет! Это опять я. Пододвигаю себе свою мусорку. Что-то как-то мне попрохладнело. Я решила рубашечку-то надеть. Чаёк у меня тут просто замечательный. Так, пустые баночки или декоративная косметика в мусор. Добро пожаловать! Кому интересна часть про пустые баночки косметики, которая нас очищает, дезодорантов и зубных паст, то я вам оставлю ссылку внизу. Если нет, то зайдите в плейлист «Пустые баночки». Там первое видео, которое будет, это, соответственно, оно и есть. Итак, корзинка с добро. Давайте начнем. Моя любимая пудра от Купа. Представьте, как долго я затянула в этот раз пустыми банками. Три штуки израсходовала. LUMINYS. L-U-M-I-N-Y-S. Ну, все знают. Запеченная пудра от Пупа. Три, блин, штуки с хорошим покрытием. 0,4 оттенок. Для меня он сейчас самый подходящий. Когда-то был первый, но он почему-то у них стал с большим количеством слишком желтых прожилков и стал мне не подходить. Поэтому четвертый стал самый вменяемый. Там есть светоотражающие частицы, которые делают вашу кожу более гладкой визуально. Замечательно работает, хорошо впитывает жир. Обожаю. Три штуки отправились. Да, вот такая она запеченная пудра от Пупа. Не ошибетесь, у них одна запеченная пудра. Так, дальше выбрасываем два тональника, которые были у мамы. Это у нас Lancome Tent Energy Lift. Маме он был слишком светлый, слишком прозрачный. Ей такие прозрачные не нравятся, поэтому уходит в мусор. Нет. Мама перешла на Estee Lauder, который WR такой средней покрытости. Средней покрытости. Ой-ой-ой. Дальше Tent Miracle от Lancome. Та же самая фигня, слишком прозрачный. И как-то мы вообще с Lancome сходим и перебираемся в зону Estee Lauder больше. Вот, так что один и второй для мамы слишком был прозрачный. Еще одна пудра, которую я израсходовала за этот период времени, не до конца, ведь и там чуть-чуть осталось. Это пудра от Clinique, которую они переформулировали, и теперь она мне, к сожалению, не подходит. Это Almost Powder Makeup. Они ее переформулировали. Теперь она у меня вызывает мелкие противные поверхностные прыщи. Спасибо, что они переформулировали хорошую пудру. Блин. Дальше раз мы уже про Clinique. Clinique Anti-Blemish Solution All Over Clearing. Тримин, по-моему. Ну, вот такой вот легкий крем, который для жирной кожи, Anti-Blemish Solution. Кстати, у меня от них есть еще и BB-крем. BB-крем мне подходит. А вот есть тональник такой же. Вы удивитесь, тональник отправился к моей маме, потому что он совершенно, насколько вот этот подходит для жирной кожи. BB-крем от Anti-Blemish. Тональник Anti-Blemish, он совершенно не для жирной кожи. Он отправился к маме. Моя мама его обожает. У него хорошее покрытие. При этом он для нормальной кожи. Превосходно для жирной. На мне он тек. Поэтому вот этот крем обожаю из серии Anti-Blemish. Это для жирной кожи, типа, да. Матирующий крем. Замечательно пользуюсь летом. У меня здесь где-то еще один стоит. Но я его в основном пользуюсь летом, зимой. Но нет такой нужды, все-таки не так влажно. Дальше Sebo Calme крем для глаз. Sebo Calme Innovation. Крем для глаз. 15 мл. Вот такой. С помпой, что очень удобно. Что здесь по-русски не написано. Омолаживающий крем от морщин для кожи вокруг глаз. Эластичная упругая кожа. Ну вот. Мне нравится, что он. Реально. Хороший. Макияж на нем держится хорошо. Кожу увлажняет хорошо. Есть помпа. Великолепно. Не люблю банки, в которых надо пальцами лазить. Хороший крем. Закончился. Довольно. По случаю куплю еще один. Мой любимый тональник от Miluka. Закончился. Miluka Ready to Stay. Десятый оттенок. У меня он слегка темноват. Но я все время им пользуюсь. Потому что он стоит 44 шекеля. Очень хорошо на моей коже. Не вызывает никаких реакций. Напоминает Double Wear от Estee Lauder. И при этом стоит 44 шекеля. Самое главное. Не течет. Хорошо садится на коже. И не вызывает никаких реакций. Поэтому то, что он слегка темнее, чем мне бы хотелось. Большинство там нормальный этот цвет будет. Там еще есть несколько темнее. Но мне слегка темноват. Ничего. Переживем. Значит, мой любимый крем. Здесь у меня есть, видите, еще один. Это мой must have последние много-много лет. Это Elizabeth Arden Visible Difference. Увлажняющий комплекс. Ну, вот Visible Difference от Elizabeth Arden. Я его заказываю на sorbrinet.com. За 100 шекелей можно его купить. Доставляют в Израиль очень быстро, без проблем. 75 здесь миллилитров. У них есть разные. У них есть там 75, иногда есть 100. Но я беру вот именно обычный. Без защиты от солнца, без всего. Замечательный крем. Мой must have на протяжении последних, наверное, 7 лет. Еще до того, как я начала свой канал. Мой муж закончил парфюм от Diesel. Как он назывался? У них здесь всегда написано ничего не понятно. One. Нет. Only the Brave Tattoo. Вот такой. О, хороший аромат. Надо ему опять такой купить. Знаете, мне нравятся от Diesel вообще ароматы. Очень многие мужские. Именно для мужа моего. Они такие слегка. У них есть сладковатые. Но при этом сладковатые в сторону... В сторону мужских парфюмов, а не женственных. И мне кажется, это очень прикольно, приятно и сексуально. Когда вот такие... Этот-то нет. Этот более классический мужской. Но есть вот. Есть у них классные ароматы. Принюхайтесь. Дальше выбрасываю Juicy Lip Gloss Metal Mat. Что это? От Саккара. Juicy Lip Gloss Metal Mat. 14,90 стоила. Я ее получила где-то в пиар. Не помню где. Полное говно. Мне не понравилось. Короче, это китайская фигня. И стейн такой металлический. Да, неплохой. Наверное, кто любит стейн, наверное, будет это неплохо. Я не люблю стейн, эти более металлические. И не знаю, как-то... Я один раз ей воспользовалась. Как-то она мне не то несет. Дальше избавляюсь от старого консилера True Match. True Match? True Match, да. От L'Oreal. Просто он уже его переформулировали. Тот мне не подошел. Который переформулировали. Этот старый. Он просто уже старый. Пора выбросить. Наверное, вам это... Когда я бросаю, очень сильно шумит. А вот этот консилер, который наконец-то появился в Израиле. Нету здесь... Этикетки. Потому что она по-дурацки сделана. И отрывается. Это... Как он? Instant Anti-Age. The Eraser Eye. Ну, короче, вы все его знаете. Вот этот с тряпкой от Maybelline. Он дошел до Израиля. Его переформулировали. Теперь он доступен в Израиле. Он неплохой. Да, он чуть изменился от того, что он был. Но он неплохой остался. И я его очень люблю. Да. Хороший продукт. Дальше уходит моя любимая сыворотка. Она закончилась. Это Estee Lauder Advanced Night Repair. Дамы и господа, хочу всем повторить, кто до сих пор не знает. Advanced Night Repair. Это не значит, что этой сывороткой надо пользоваться ночью. Это не ночная сыворотка. Night Repair. Это означает, что эта сыворотка помогает коже включить обновление, которое происходит у нас ночью, когда мы спим и отдыхаем. Но пользоваться ей надо и утром, и вечером. Это немножечко, да, людей путает. Поэтому сыворотка классная. Обожаю эту сыворотку от Estee Lauder. Мой must have. Здесь стоит уже, соответственно, другая. Дальше выбрасываю El Corazon, какой-то лак. По-моему, Маша, наша главная мне его присылала. Что-то с ним... А, он был слишком прозрачный, плохо засыхал, высыхал. Я считаю, что это просто уже лак из прошлого. Сейчас формулы все изменились. Лаки намного быстрее сейчас сохнут. И тогда он был хороший. Сейчас он уже устарел морально. Выбрасываю метеориты праймер. Они меня вызывают прыщи. Здесь я закончила какой-то Triple Active Eyes. Крем какой-то Triple Active Eyes. Я даже не знаю, как я чую. Вдруг я его купила, откуда он у меня взялся. Он даже не до конца использую. Наверное, просто он уже старый стал, да, до 17-го года. От L'Oreal я как-то, наверное, куда-то где-то в поездке его что-то купила. Он был хороший, он такой достаточно силиконистый. Он был хорош вот сюда под глаза, как база. Да, если вам надо что-то скрыть или у вас сухая очень кожа, он был хорош. Но он такой прямо силиконистый, увлажняющий. Дальше вообще разочарование от... Что это было? От Essence помада. Очень красивого цвета. Номер 05 Ultra Glass. Короче, очень красивый цвет. Матовая помада, она нифига не наносится. Полное дерьмо. Цвет прям потрясающий. Эти цвета вообще сложные. У меня есть от MAC помада такая же, тоже матовая, тоже тяжело наносится. Здесь один из моих любимых кремов. All About Eyes Rich от Clinique. Очень хороший крем. Можно увидеть, что израсходован он просто до последней капли. Люблю этот крем. На днях поеду за новыми кремами для глаз, потому что у меня что-то совсем ничего нет. Я купила себе какой-то дешевый от L'Oreal и мне надо просто доехать до магазина для Outlet и там что-то себе подобрать. Это вот такая фигня от The Body Shop, по-моему. Что это было? Да, The Body Shop. Это типа с цветом для губ бальзам, но у него проблема в том, что он, знаете, собирается, как будто вы цветной пудрой губы напудрили и потом добавили крема. И получается, что у вас вот эта краска вся сбивается, крем отдельно и не работает это. Это что такое? BB. BB кого-то из Германии. Я там купила, забыла просто один день. Вышла из номера, накрасила губы и забыла взять с собой свою помаду. И вот эту вот купила, но она мне не подходит. Она какая-то, видимо, слишком много глицерина. И она сушит губы. И последнее, что у меня здесь есть, это Милука. Кстати, в этот раз очень мало. Я выбрасываю полноценных нетронутых продуктов. Все больше использовано. Это хороший знак. Милука Eyeshadow. Как интересно. Я его использовала. Это номер 09. Я не знаю, видно вам что-то или нет. Это такой сизовато-коричневатый цвет. Я им делала полностью весь макияж, кроме румян разве что и пудры. Я им делала контурирование. Я им делала глаза. Очень красивый цвет. 09. Зависит, наверное, от вашего цвета. Кожа подойдет вам как контур или нет. 09. От Милука такая единичка. Она стоит 20 шекелей. Как видите, я ее расходовала до конца. Коробочка не сломалась. Тут немножечко еще цвета осталось. Очень хорошая. За 20 шекелей. А сколько здесь объема было? 1.8 грамма. Немного. Ну, нормально. Сделана в Италии, кстати. Да? Да, слушайте, сделана в Италии. Молодцы. У меня где-то здесь есть, да. Вот здесь есть потемнее 10 номер. Я подумала, может быть, я им тоже так смогу. Он вроде тоже такой неплохой. Но этот уже слишком темный. И знаете, он кроме того, что слишком темный, я его думала тоже. Он уже лежал в пустых этих баночках выбросить. Но потом думаю, я попробую еще раз. Это вот 10 номер. Тот был 09, это 10. И он какой-то чересчур темный, чересчур пигментированный. И он какой-то стейн. Вот если на палец намазал, потом от пальца очень долго отмывать остается пятно. Поэтому, когда ты пытаешься что-то наконтурировать, оставляется пятно остается. Это не вариант. Но для глаз иногда мне хочется вывести, почему я его вытащила из мусорки, мне хочется вывести вот здесь такие стрелочки, да, дополнительно к базовому коричневому цвету или к какому-то там, да, такому, как для контурирования. Мне хочется еще добавить в уголки затемнения. Я подумала, что надо попробовать вот этот. Если не пойдет, я выбросить всегда успею. Все, дамы и господа, просто такое чувство. Вы не представляете, какое великое облегчение, когда ты избавился от целой. Вот это целая мусорка того, что у меня накопилось. Мне в пору поехать в Икею, взять еще два таких мусорных ведра и поставить себе для пустых баночек. Потому что иногда эта миссия начинает быть миссией невыполнимой. Они копятся, 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 пока они превращаются в огромный город. И уже я смотрю видео других блогеров, которые говорят, ой, пустые баночки. Я им всегда пишу, блин, какое облегчение. Как я за вас рада, что вы избавились от этого хлама. Потому что, на мой взгляд, это такое старое дебильное видео, такой старый дебильный формат на Ютьюбе. Но, мне кажется, оно очень полезное. Оно намного полезное, чем все эти обзоры и так далее. Потому что, если человек этим воспользовался и выбросил, то у него точно уже есть какое-то вменяемое мнение об этих продуктах. Обзоры и какие-то распаковки тоже приятно посмотреть. Прикольно это развлекает, что люди купили. Но это, по сути, информация. Это никакой не несет. Ну, не обязательно, да, чтобы видео, которое тебя развлекает, несло информацию. Поэтому, это развлекает, это несет информацию. Все, большое спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте поставить лайк к этому видео. И заглянуть ко мне в Инстаграм. Ксения Терми Инстаграм. Всем спасибо и пока-пока.